В регионе наблюдается снижение роста заболеваемости коронавирусом. Об этом говорили на оперштабе по предупреждению распространения COVID-19 с участием губернатора Дмитрия Азарова. За неделю в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение заболеваемости вне больничной пневмонии на 69,5%. Для выработки коллективного иммунитета в области продолжается вакцинация населения. Привиться можно в 65 учреждениях. Работают 24 мобильных пункта вакцинации. Сделать прививку можно на дому и в стационарных учреждениях соцобслуживания. На сегодняшний день первый этап вакцинации прошли более 440 тысяч человек. Закончили вакцинацию свыше 360 тысяч. В то же время в ряде регионов России ситуация с коронавирусом складывается не самая благоприятная. Губернатор поручил Министерству здравоохранения провести ревизию медучреждений, проработать план развертывания коечного фонда по всем больницам региона. Учитывая усугубление биологической ситуации по стране, в других регионах, по вашему поручению начата ревизия всех более 7 тысяч коек, которые работали в системе оказания помощи, оценка их готовности и, соответственно, дорожная карта по их возвращению в режим ковидного госпиталя при необходимости. Мы должны готовиться к худшему развитию сценария. Значит, план развертывания и перевода, чтобы это были наименьшие потери для предоставления медицинских услуг, в первую очередь, естественно, хроническими заболеваниями людьми. Да, это и сердечно-сосудистая, и онкология. Губернатор поставил задачу создать в каждом лечебном учреждении комиссию по проверке готовности медоборудования, запасов кислорода и лекарственных препаратов, провести тестирование ИВЛ, всей диагностической аппаратуры. Чтобы мы с вами не работали в режиме авральном, как сегодня некоторые субъекты вынуждены работать, у нас должны быть значительные, повторюсь, значительные запасы по лекарственным препаратам, естественно, по средствам индивидуальной защиты и так далее, и так далее. На оперштабе обсудили возможность проведения международной акции «Свеча памяти» и всероссийских, огненные картины войны и аист на крыше. Они пройдут при небольшом числе участников и с соблюдением социальной дистанции. Что касается проведения Дня молодежи, то с учетом риска ухудшения ситуации было рекомендовано рассмотреть более безопасные варианты организации праздника. Виктория Шарая, события.